И чего нам делать? Полковник в отставке Ходоренок, он прямо говорил, что вот ракеты с Том-Шейдер вполне могут достать Москву, поэтому надо Москву укреплять и так далее. Причем он специально это сделал, стараясь вынести этот вопрос в публичную дискуссию в России. Этот вопрос очень болезненный. Но я по сегодняшнему заявлению Резникова понимаю, что этот вопрос обсуждался в украинском политическом руководстве, и они решили не обращаться с этой инициативой к Великобритании и Польше. Ну почему Польше? Потому что ракеты-то нужны к самолетам, а Польша готова предоставить МиГ-29. Они даже целое место работали над, чтобы создать, оборудовать эти самолеты узлами крепления. Британских ракет. То есть технологически это возможно. Но сегодняшнее заявление Резникова, оно показывает, что украинское руководство приняло тяжелое, как вот любят говорить в России, непростое решение. Они согласились пойти навстречу, понять вот эту, я не знаю, как это слово дурацкое называется, что у них там озабоченность или что. Но не хотят американцы, и, ну прежде всего, американцы это решают, ударов по российской территории и с теми видами оружия, которые предоставлены ЗАП. Собственно, никто не возражает против ваших ударов. У вас есть эти самые беспилотники, беспилотники стриж, там наносились удары по стратегическим объектам, по аэродромам, стратегическим объектам, это пожалуйста. Но вот такое табу последнее, через которое американцы пока, и, видимо, раз уже украинская власть на это пошла, они понимают, что они не готовы на это пойти. Не бейте по территории России. Ну хорошо хотя бы, что они Крым не включили в контексте, в территорию России. Это было даже специально по Крыму, пожалуйста, бейте, ну еще бы. Не хватало бы они Крым объявили российские. То есть они не против, они готовы давать вам то оружие, которое необходимо для вашей победы. В этом концепция не изменилась. В Америке, как я уже вам рассказывал, победила вот концепция победы Украины. Задача Америки, а не вот это Соливановское, такая лукавое непоражение Украины. На победу они дают, но на угрозу ударам по российской территории, и прежде всего в Москве, они оружие свое не дают. Вот таковы наши союзники со всеми их достоинствами и со всеми их недостатками. Надо считаться с этой реальностью. Ничего, мы помним, что они когда-то и на танке говорили нет-нет-нет, и на Хаймерс когда-то говорили нет-нет-нет. Поэтому время покажет. Хотелось бы, конечно... Но время-то идет. Я вот чувствую ситуацию в Москве. Там же вот пока по Москве... Да не надо будет бить по Москве. Если бы вы получили этой ракеты, одного предупреждения, что если вы будете продолжать удары по украинским городам, мы используем вот эти английские ракеты для нанесения ударов по объектам двойного назначения в Москве и так далее. Уверяю вас, что это вызвал очень серьезный социальный и политический кризис. Понимаете, почему Москва? Ну, в Москве же принимаются все решения. Одно дело, когда погибают тысячи мирных жителей в Украине под Бомбардировой. Это в Москве встречаются спокойно. Одно дело, когда гибнут десятки или сотни тысяч мобиков, где-то схваченных в депрессионных районах России за пределами МКАДа. А когда вот этими самыми, как Маргарита Симоньян, это военная преступница, любят говорить, в московских гостиных, у нас в московских гостиных, когда в этих московских гостиных поймут, что они завтра вместе со своими детьми могут погибнуть, в этих гостинках совсем другое будет, совсем другое будет отношение к вопросам войны и мира. Но наши западные союзники пока лишают нас возможности предъявить такой аргумент. Ну, приходится, пользуясь щедрой помощью западных союзников, добиваться победы на поле боя, в то же время продолжая подвергать себя вот этим ударам по украинским городам. Такова суровая проза войны. Сразу хочется сбежать из этой страны. В любую страну абсолютно. Лавров сообщил во время своего визита, во время своих переговоров с министром странных дел Египта о том, что Россия принимает необходимые меры, чтобы не допустить попыток превратить Украину в еще большую угрозу безопасности страны. Давайте послушаем. Конечно, мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Конечно же, мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности и не допустить того, чтобы киевский режим возобладал в своей политике по дискриминации и уничтожению прав всех тех граждан Украины и бывших граждан Украины, которые ощущали себя сопричастными русской историей, русской культурой, русским традициям. И что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, включая известные лозунги относительно того, что путь к миру лежит через поставки вооружений, все прекрасно все понимают. Речь идет о том, что НАТО уже достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против России, которая преломляется уже в своих горячих измерениях в действиях киевского режима. Ну вот, это, собственно, заявление ложится в общую канву антиколониального месседжа, который пытается антиамериканского, антипериалистического, который Путин сейчас пытается внедрять по миру. Пока больше, чем о Северной Корее, Сирии и Иране говорить не приходится, может быть, в Венесуэле и так далее. Ну вот, с ходом войны, насколько вы считаете, все-таки обречены на поражение или на успех вот такие попытки сколотить худобедно какую-то коалицию стран, которые бы помогали России в том числе и в введении войны против Украины? Ну, вы знаете, трудно сказаться. Думаю, что они небезуспешные. И надо недооценивать противника никогда, да? Значит, смотрите, вот эти страны третьего мира, с которыми удается поддерживать отношения, они являются источником для Российской Федерации, они являются источником и инструментом обхода санкций. Значит, что-то запрещено продавать из Америки в Россию, да? Ну, давай, значит, из Америки это купит условный там Египет или там еще кто-нибудь и перепродаст Россию. Понимаете? Я не знаю, там маркировку другую поставят, еще что-нибудь сделают. Они этим активно занимаются и, в общем, я думаю, небезуспешно. Я полагаю, что им не удается обойти санкции стопроцентно, но на какой-то процент им удается, им обходить удается, разумеется, да? Вот. Есть еще одна вещь. Они, конечно, пытаются делать это не столько, так сказать, открытая дипломатия, сколько тайная. Они, конечно, пытаются разрушить единство западных стран очень сильно. Ну, смотрите, вот Орбан, который вы упоминали, да, который постоянно блокирует или грозит блокировать какие-то решения Евросоюза по поводу Российской Федерации, да? Значит, понятно, что он это делает, ну, мягко говоря, он это делает не бесплатно, это совершенно очевидно. Каким-то образом что-то он за это получает, мне так кажется, да? Я не знаю, прямая там коррупция или еще какая-то, но что-то, конечно, есть. Или, например, сожжение Корана в Швеции возле турецкого посольства, которое привело к дикому скандалу, и, значит, Эрдоган говорит, что ах так, тогда мы Швецию в НАТО не пустим. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.